Вот я сейчас скажу, что Миша тратит ваши донаты на кокаин и проститут. Вопрос по поводу свободы слова. Как быть в ситуациях, когда популярный человек оговаривает, наверное, намеренно или по незнанию другого, вследствие чего второй теряет что-то, например, работу или клиентов. Против подобного злопоутребления работает институт репутации, работает очень хорошо. Когда вы начинаете цензурировать чью-то речь, то вам всегда нужно задаваться вопросом и всегда держать в уме, что, создавая вот этот инструмент цензуры, вы просто столкнетесь с тем, что он поменяет руки и в какой-то момент начинает цензурировать вас. И в этом, собственно, риски этатизма и причина, почему я против этатизма борюсь. Я вам так скажу. Во-первых, свободу слова переоценивают. Это раз. А во-вторых, есть очень интересная интерпретация свободы слова, например, у Твича. Значит, его свобода слова, как он ее интерпретирует, работает следующим образом. Они говорят, наша свобода слова заключается в том, что мы не даем на своей площадке говорить тем... Это называется редакторская политика. Ну, вот это ваше как это... Редакторская политика, частная дискриминация. Частная дискриминация, да. И она, типа, нормально согласуется с свободой слова, просто мысль для всех контринтуитивная, поэтому мне хотелось ее дополнительно проговорить. Да, что касается свободы слова и нанесения ущерба репутации... Знаете, это, типа, сложный вопрос. То есть, я не являюсь сторонником абсолютной свободы слова, я не считаю, что есть какая-то непреложная... Я вообще не верю в ценности, да, что существуют непреложные ценности, потому что ценность – это инструмент. И инструмент не может быть самоцелью. Свобода государства не должно, на мой взгляд, наказывать тебя за слова, да, потому что цензура – это вот когда государство наказывает тебя за слова. Но при этом у тебя должен быть механизм компенсации нанесения ущерба, каким бы образом этот ущерб не был нанесен. Да, то есть, ты платишь, условно, не государству, а это там... Анкаповский суд, вот этот вот, он определяет... Даже не нужен Анкаповский суд. Что ты издачу нанесен ущерб. Это решается с помощью общественного давления. Прекрасно совершенно. Нет, зачем? Ну, компенсировать-то издержки надо. У тебя-то задача, конечно, у Миши задача покарать, и, значит, все вот это вот. А наша с вами задача, как людей созидательных, да, неразрушительных, наша задача – это вот чтобы человеку, который был нанесен ущерб... Так, издержки, они очень просто вносятся. Вот когда была история про республиканского... Избирателя республиканской партии, на которого наехал... Господи боже мой, я сейчас... Факт Трампа он показал. Детали не помню. Нет, наоборот, там была другая история о том, что на него наехали левые СМИ за его позицию по стене и по эмиграции. Это с общепитом каким-то было. В общем, какой-то общепит позволил организовать у себя мероприятие в защиту Трампа и политики его, значит, по строительству стены. На него набросились левые. На это возникла реакция справа. Реакция справа надонатила огромное количество денег этому заведению, благодаря чему это заведение смогло открыть, расширить свою франшизу. Вот это круто, это общественное давление, то, как должны разрешаться подобные конфликты. Понимаешь, в чем дело? Это не обязательно история. То есть, это может сработать, а может и не сработает. Нужен механизм, который бы компенсировал. Анкапские ваши суды замечательные. Они должны компенсировать, естественно, ущерб человеку. Ну, то есть, типа, если ущерб был нанесен... Я знаю, что Миша не верит в ущерб, нанесенный словами, что несколько странная позиция. Абсолютно не странная. Вот, но как минимум в бизнесе, я думаю, тебе сложно будет это отрицать, что может быть ущерб, нанесенный словами. Нет, не сложно тебе будет отрицать? Кошмар какой. Ну, ладно, в общем, ущерб должен быть компенсирован, но человек за то, что он говорит, он не должен быть наказан или репрессирован государством. Это должно быть как раз объектом. Это просто нас возвращает к разговору об означаемом и означаемом, потому что, когда мы говорим о бизнесе, когда мы говорим об интерпретации слов, то вот этот вопрос о том, что является, а что не является уроном, к сожалению, зависит от человека, который интерпретирует, что является уроном, да, и какие слова его способны не уйти. Что динь, себя меньше становится, что тут интерпретировать. То есть интерпретировать очень конкретно. Насколько справедливы слова, которые были озвучены, насколько они... Если они справедливы, то проблемы нет. Нет, а вопрос о справедливости, это как раз результат интерпретации. Донат читал, там конкретно звучит. Что он... Оговаривает. Да. Вот сама идея того, что какое-то слово является оговариванием, какое-то слово является справедливым, да, это результат интерпретации, это продукт интерпретации. Давай хорошо, на примере тебе так, видимо, попроще. Вот я сейчас скажу, что Миша тратит ваши донаты на кокаин и проституток, да, и вы от этого станете Мишей донатить. Ну, может, больше на самом деле. Ну, для примера сойдет. Не трачет. Тратит, тратит, да, и вот... Русский не пей, тем более не принимай наркотики. Да какой же ты русский. Я-то как раз... Слава русский не можешь вспомнить. Русский вперед. Только паспортом и кичишься, да. Русский вперед. Так русский... Вот, вот видите, вот, вот Майкл Наки, Майкл Наки ненавидит русских. Да, русский вперед, русский быстрее. И боится себя называть русским. Не, не боюсь, наоборот, я всегда говорю, что я русский патриот. Ну да. Но суть не в этом, короче. И вот здесь, очевидно, когда наносится урон, который связан с конкретными финансовыми потерями, должен быть компенсаторный механизм, но при этом... Кому должен? Что, кто? Кому должен? Кто? Какой компенсаторный механизм? Я должен быть какой-то механизм, который, если я человека, представив, что я человек, обладающий влиянием на секунду, мысленный эксперимент, я говорю, что ты тратишь донаты на кокаин. Вообще-то, самая влиятельная политическая радиостанция. Ты на ней работаешь. Ну, я не в виде радиостанции пришел, а в виде человека. И вот, значит, я говорю, что ты тратишь, тебе перестают донатить, и это, очевидно, оговор, который нанес тебе материальный ущерб. Да, должен быть механизм, который это урегулирует. Нет, ни в коем случае. Вот меня сейчас конкретно несколько месяцев назад, два месяца назад, меня и Анастасию Сутар-Рыбовскую оговорили в огромном количестве государственных СМИ, да, где против меня выдвигались обвинения, которые, ну, несправедливые. Вот с точки зрения либертарианства и с точки зрения законодательства в Российской Федерации у меня есть основания против этого бороться, и я буду пользоваться этими основаниями для того, чтобы бороться, да, но с точки зрения философской я считаю, что они, разумеется, были в своем праве. Если бы они не существовали за государственные деньги, писать те вещи, которые они считают нужны. Да нет, ты просто знаешь, что, типа, это к результату никакому в России не приведет. Если бы ты знал, что тебе точно будет компенсировано, принесены извинения и написано, что это все неправда, ты бы боролся. Нет, я бы боролся, я бы, нет, смотри, смотри, эта позиция сочетается с моей позицией по заявлению Навального на Тесака, где я считаю, что абсолютно разумно, справедливо и необходимо использовать навязанные государственные инструменты для того, чтобы защищать свои интересы, но в то же время я считаю, что таких инструментов быть не должно. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. Субтитры создавал DimaTorzok